Всем привет любителям русского, грамотного, правильного языка! С вами Сергей Вострецов, и мы продолжаем знакомиться с правильными словами и искоренять из нашего лексикона те слова, которые устарели или которые произносятся абсолютно неправильно. Сегодня хочу вам предложить для разбора несколько слов, которые, ну, вполне возможно, употребляли и употребляют наши бабушки, иногда даже употребляют наши ровесники. Такие слова, как друшлаг, комфорт, мороженое, пирожное, тубарет, нервопатолог, колидор. Какие еще слова есть? Таулет. Нет. Это я периодически слышу от людей. Это я слышу реально, до сих пор. И меня это поражает. Давайте начнем со слова друшлаг. Правильно, дуршлаг. А кто-то до сих пор говорит неправильно. Очень много слов к нам пришло из иностранных языков. В данном случае дуршлаг – это слово немецкого происхождения, обозначает посуду с отверстиями, помните, да? Для процеживания или протирания пищи. Произношение и написание обусловлено немецким исходником дуршлаг. Так и пишется. Дуршлаг. Как переводится? Не могу точно сказать. Хотя в детстве изучал немецкий язык. Следующее. Комфорт. Комфорт, комфорт, комфорт. Ну, это, видимо, из-за ленности повернуть правильный язык. Комфорт. Ну, это можно отнести исключительно только к конфорке. Конфорка. Знаете, что это такое? Это такой нагреваемый кружочек на плите. А вот, чтобы чувствовать себя правильно, хорошо и уютно, это, наверное, относится к слову комфорт. Комфорт. Не ленитесь, выговариваете. Комфорт. Это бытовые удобства, внутренний покой, хорошая атмосфера. Комфортное. Далее, вот это слово, которое мы очень часто произносим и пишем неправильно. Два слова. Это пироженое, вернее, мороженое и пирожное. Обратите внимание, слово мороженое образовано от глагола морозить при помощи суффикса ен. Мороженое. Мороженое. Заморозили. Мороженое. Это мороженое мясо. Это мороженое клубника. Это отмороженный пацанчик. Мороженое. А вот слово пирожное от существительного пирог и с помощью суффикса ен. Поэтому получается пирожное без буквы е. Пирожное. Пирог. От слова пирог. Пирожное. Так говорится, так и пишется. Теперь странное слово тубарет. Это что-то непонятное. Это я даже не знаю, что такое. Правильно, тубарет. Тьфу ты, запутался. Табурет. Табурет. Опять-таки слово, не русское, оно с французскими корнями обозначает стул с жестким сидением без спинки. Ну, вот так вот. Кому-то удобнее тубарет. Это так же, как один мой родственник говорил, я пойду в таулет. Ту. Тут та же самая история. Только меняется наоборот. Тут тубарет, табурет, туалет, таулет. Запоминаем правильно. Так, сейчас можно запутаться. Правильно. Табурет, туалет. Ну, я надеюсь, что тут никаких сложностей не может возникнуть. То же самое с врачебной специальностью невропатолог. Вот, он лечит нервы. По идее, должен быть правильно написано «нервопатологом». Ну, то есть, логически получается, если он лечит нервы, то он должен быть нервопатолог. Нервопатолог. Но название специальности, опять-таки, происходит из нерусского слова, из греческого. НЕУРОН. НЕРВ. НЕУРОН. НЕУРОН. Отсюда НЕВРОПАТОЛОГ. НЕРВ от латинского НЕРВУС. НЕРВОПАТОЛОГ. НЕРВОПАТОЛОГ. НЕРВО. НЕРВИРУЙ МЕНЯ. НЕ НЕРВИРУЙ МЕНЯ. НЕРВОПАТОЛОГ. Далее, следующее слово КОЛИДОР. ХА-ХА-ХА-ХА-ХА. До сих пор можно услышать. Ну, от бабушек, правда. Правильно, КОЛИДОР. Подобное слово есть также во французском, немецком и итальянском языках. И, кстати, любопытно, что в этих языках слово пишется с удвоенной Р. У нас просто КОРИДОР, а у них КОРИДОР, КОРИДОР, КОРИДОРИО. Это уже на итальянском. Осваиваясь же в русском языке, слово одну Р потеряла. Ну, я думаю, таким образом оно лучше адаптировалось к нашему русскому языку. Хотя было бы прикольно. КОРИДОР. Что-то с КОРИДОЙ связано. На этом всё, дорогие друзья. Грамотейка закончилась. Но это не значит, что нужно расслабиться и не использовать эти слова. Будьте грамотными. Следите за своей речью. Будьте умнее, красивее, выше. Ну, я имею в виду, духовно. С вами был Сергей Вострецов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok